что значит не является юридическим основанием фотографии есть верно у него проявляется и тут же проходит кому даем ему от аллергии я вам еще раз говорю вот сейчас он пьет от аллергии фотографии я могу показать вам этого недостаточно чтобы сказать что-то направить направление дать не знаю на анализы я брать вот 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 зашел человек сейчас хорошо я объясняю что у ребенка высыпает даем от аллергии у него проходит не может как не может если у вас выдают аллергии и у вас снова подсыпает так не бывает подожди так я вам говорю давайте я вам покажу фотографии как доктор я вам сказал у вас все хорошо у вас нет оснований дальше обследоваться то есть если что то мы потом найдем у ребенка на вас можно смело подавать заявление у меня юридический документ написано вы все записали с моего согласия записали ваша деятельность гласная ваша деятельность гласная классная знаете такое знаете классно записываю а мне не надо вашего разрешения вы должностное лицо да вы знаете я я юрист да вот видите пожалуйста увидите себя первые тебя потом чем не здравствуйте поговорим по вашему поведению как вы общаетесь посетители да так вот это получается детская больница у нас сегодня произошла очень нехорошая история ведь и даже маринка начала потому что я саша не может сконцентрироваться не до сих пор еще трясутся руки час я как бы уже пытаюсь отойти от этого ситуации но изначально вот в ролика поняли сейчас да что видео видео достаточно конфликтное будет это видео о безразличии детских врачей детям то есть это видео о том что у нас превращается медицина ну я я так понимаю что многим это ролик наверно не понравится но я скажу так что все молодой ты либо нашего возраста если у тебя есть ребенок либо ты молодой у тебя будут дети ты столкнешься с этим либо ты уже сталкивался с этим да и хотелось чтобы если по возможности ребят просто под видео оставьте свое мнение вот об этой ситуации что вы думаете и расскажите свои свои ситуации как у вас происходило если вы были в таких ситуациях сразу хотим сказать что это не все врачи такие да мы не будем осуждать всех врача это невозможно у нас просто я очень много знаю врачи марина знает что у меня дружу со многими я такой вообще пирас вижу вот если честно я столкнулся пирас ты вообще стал просто я тоже я поэтому и записалась я решила пойти к бесплатному врачу причем я наставил платному съездить своим я говорю зачем у нас саша 6 месяцев до у нас есть принципе сертификатор давай по которому дети до сих пор как бы наблюдается им преимущественное право обращения так сказать они как бы ну ко всем врачам так сказать и ну в принципе да наблюдаться могут и ходить посещать все это бесплатно тоже и взрослые дети из славики настя как бы все у нас медицина стране считается бесплатной началось все с того что у нас вот в мае месяце уже четвертый раз у саши высыпание такие большие красные пятна с белыми как бы ну да то есть большие пятна а внутри белые прыщики сухие сверху начинают резко сухо уже сохнуть с морщиницы сохнуть в этом месте причем это не единичные там два-три пятнышка нас обсыпает высыпает все тело иногда тело иногда лицо и в принципе мы заметили это бывает или после еды у нас сейчас смешанное скармливание после того как мы пролежали в больнице то есть то после смеси то после груди но у него все равно периодически бывают высыпания иногда он просто ползается да и вот мы смотрим у него опять эти пятна пошли мы конечно с сашей у нас шок мы пытаемся за голову мы сразу звоним врачам сразу даем противоаллергическое и где-то минут через 30-40 после приема противоаллергического у него проходит была ситуация тяжелая достаточно когда аллергия то есть даже реанимации мы вызывали ну ладно этот один раз у нас было ну да вот поэтому раз это четыре раза было в течение мая я решила как бы врачу я сразу педиатру нашему скидываю фотографии она говорит давайте фенистил против аллергии то есть в принципе врач говорит что это аллергическое это не только один врач говорит давайте подметим это сказали и в этом инфекционке это несколько врачей сказала что она так как марина решила до конца идти все-таки по государственной клинике не по частным она записалась герматологу потому что ее все врачи сказали идите герматологу просто я была на приеме педиатра я говорю дайте нам направление к аллергологу потому что ну видно что вот эти пятна они выступают и надо решать с этим что-то тоже ненормально когда у маленького ребенка остались где-то она не только снаружи на еще и внутри органы сначала сходим к дерматологу он уже даст направление к аллергологу и причем я была там в среду она дать есть уже запись на четверг на пятницу какой вам день удобнее дайте в пятницу мне говорит с утра надо вот она то есть запись была свободно в любой день в принципе там все учреднику нет причем врач даже в субботу принимает и вообще мы пришли никого в коридоре нет то есть мы пришли попали сразу на прием на прием и пробыли три минуты я в кабинет у меня врач спрашивает что у вас случилось у нас аллергия у нас испания очень большие объемные по всему телу что говорю это очень есть фото есть видео фотографии не интересует давайте раздевайте ребенка ну понятно что на сегодня у него нету то не говорит что у нас каждый день эти пятна тем более раз у нас было столько высыпаний мы сейчас на финистиле нам врач педиатр назначила 14 дней мы будем пропивать его мы пьем третий или четвертый день но вчера вот были высыпания вокруг рта да это мы все фотографируем потому что сегодня я врач сказала это вот наша я говорю мы пойдем к дерматологу что нам с собой взять надо это ну все в электронном виде есть ноги с собой возьмите телефон чтобы показать фотографии я говорю хорошо выгодит фотографии не удаляйте в итоге сегодня приходя придя дерматологу она посмотрела битва придумываете у вас ребенок полностью фотографии на не смотреть не отказал аллергия нет на момент осмотра говорит и пятен нет юридически на момент осмотра зафиксировал что пятен никаких нет я гону понимаете мы же родители мы ребенка с утра до вечера видим и если есть эти пятна это считается ненормально ребенок нездоров я бы давайте выявлять что это тогда может быть это ты предлагала фото посмотреть да и посмотрите фотографии сейчас нету говорю были причем были лягу не единичные там красные точки или мелкие там прыщики когда потничка это мелкие прыщики ягу нас огромные красные пятна по всему телу это на что-то но аллергическая реакция идет или что-то другое я не знаю я не врач его давайте определим что но это кожное высыпание вы дерматолог вы должны определить на мне это я не буду смотреть фотографии я четыре раза и предложила посмотреть фотографии подходя к ее столу с телефоном держа и ребенка на одной руке телефон другой она тоже не взгляну а как мне не интересно я не буду смотреть я посмотрел на момент осмотра и ребенок здоров сейчас вот здесь не выговорит не педиатр не придумывайте у вас ребеночек полностью здоров я говорю как он здоров если у нас говорю четыре раза в месяц еще пол месяца прошло нас уже четыре раза выходили красные пятна по всему телу это не нормально это ведь аллергия не только снаружи это внутри ведь и в принципе я буду дайте нам направление давайте мы сдадим анализ давайте платные заднем анализы и к другому врачу кому-то там аллергологу я попросила направление наград вас нет аллергии таким тоном я буду надо определить что за пятна она говорит вы полностью здорово ну я ребят честно говоря разговаривал по телефону в коридоре с другим врачом красном и слышал какие-то вот повышенный тона вот идут ну маринка она вообще даже когда конфликтует вы никогда не услышите от нее какие-то громких то есть таких вот она будет всегда где-то вот знаете вот так вот она на самом деле в этом плане на трусик такой дайте то есть она пришла с проблемой что у меня у ребенка есть высыпание мне необходимо от чего они и здесь ситуация в том что я говорю отчетом происходило то вашу запущены какие-то на как бы 30 на год у меня выгнали из кабинета не сказали что у вас ребенок здоров ничего не придумайте вместе с рачами с теми я захожу ягура и сказал что фото некий смотреть не будет я захожу ну здравствуйте то есть я конечно не скажу что я был спокоен то есть меня уже как будто как такое как ребенок здоров если мы видим да мы же родители полностью обсыпало и мы в панике начинаем звонить врачам давать финистил причем после финистил у него минут через 40 как бы кем-то расходе да и все я значит это есть возможность как то чтобы все-таки посмотрели ребенка говорю ну агру фотографии там взглянуть хотя бы или дать направление и причем знаете вот это вот сразу такой тон это такого повышенных тонах то есть она начала со мной разговаривать я думаю а вот так вот как бы у меня колбасит но я телефон включаю чем там руки тряслись так что хотел я конечно все хотел бы говорить ребят но я сдержался я старался вот просто вот через себя перешагнуть и даже там игры хотел записать же выдавали клятву диппократа меня даже я включил видимо и выключил видимо у меня просто в этот момент как бы он реально колбасила я говорю это я буду такое направление куда дайте там хотя бы чтобы анализы там 30 какое вам направление то есть но вы сами вот сейчас видео услышите вы посмотрите вот я хочу вот это безразличие от врача вообще мало что что без различия то есть почему она повышает свой голос на пациентов на клиентов клинике вот это не могу понять то есть это это я позвонил многим врачам все осудили да вот ее действия то есть некоторые сказали сашу наверно на главврача надо выйти скинули телефон главврача многие сказали что надо видео минздрав послать чтобы уволили или наказали этого врача я год назад встречал может меньше в одной из пермских групп в контакте такую ситуацию папа где выкладывал именно по этой инфекционки что там папе тоже также отказывали в приеме дерматологи да инфекционка прошу прощения у меня просто голова немножко сейчас это уже час прошел я пытаюсь все себя привести как бы в состоянии нормально спокойно миссию колбасит и я к чему это веду что у нас в россии позиционируют детскую как бы детскую медпомощь до бесплатной то есть но при этом врач посылает в платную то есть вот я с ней разговаривать идите другому врачу идите в платную то есть изначально врач сама врач то есть посылает в платную то есть идите другому врачу не нравится идите отсюда то есть я не буду ничего выявлять я не буду ничего смотреть я вот как бы время вот это которое у меня выделено было на вас я вот выделила на вас время я выделила его решила что все нормально идите отсюда У меня, говорит, все зафиксировано на момент осмотра. Юридически, да, юридически, то есть она, понимаете, она фиксирует даже вот именно так, что в бумагах все, вот если к ней, видите, на нее уже жаловали, скорее всего. Я так думаю, что таким поведением на нее жалобы были. И вот это официальное заявление мое, вот, в Министерство, как бы, вот именно здравоохранения, прошу провести проверку и наказать данного сотрудника на ваше уже усмотрение. Потому что это ненормальное отношение такое к людям. Это ненормально, потому что так не должен себя вести врач. Если даже у врача тяжелый, ну там, ну какой тяжелый, с утра пришлю, не должен никого не... Что значит на момент осмотра, да? Мы же не можем, вот высыпали пятна, мы не можем на прием к этому врачу попасть. Вот я приведу пример, да, ну, Мариша права. Ее тоже подкипает, видимо. Я вам просто приведу пример. Потому что я спрошу, а как, ну, на момент приема, когда высыпали, вернее, пятна, мы не можем попасть к вам на прием? Как я должна зафиксировать, если вы не смотрите телефон? Не смотрите фотографии, они вас не интересуют, как вы говорите, он не является юридическим доказательством. Я говорю, что нам, скорую вызывать? Она говорит, вызывайте скорую. То есть работа скорая, и она тоже не волнует. Я говорю, что скорая сделает? Приедет, зафиксирует? Она говорит, ничего не сделает. Ну, это, говорит, вам для успокоения. Сашка, я вот вчера просто столкнулся, вот в Германии как лечит, я приведу вам пример. То есть там парень сломал руку. Три, три врача собиралась в консилиум, чтобы подтвердить ему перелом и подтвердить ему лечение. Три врача. У нас один просто за три минуты ребенка перевернул, повернул, сказал, здоров, иди нахер. Вчера был санитарный день, позавчера мы не смогли заехать, вчера заехали, был санитарный день. Нам позвонил педиатр Мариша, извините, что так получилось. И вот отношения, отношения двух разных людей, двух разных врачей. Педиатр позвонила, уточнила, все ли хорошо у ребеночка. Были высыпания, три десятая. Конечно, на тот момент, когда Марина сказала, что тот врач, дерматолог сказала, что вы как бы педиатр вообще ничего не понимаете, да? Она, конечно, замолчала, и она немножко подошалела, как бы, мне кажется. Ну да. То есть не ушло, что было. Я эти фотографии тоже и педиатру как бы высылала. И когда я рассказала, что мы были на приеме, и врач к нам так отнесся, она говорит, что фотографии-то хоть показали? Я говорю, так она смотреть не стала. И она была в шоке. Она говорит, у нас, конечно, есть еще один, говорит, дерматолог на Пушкарской где-то. Я говорю, спасибо, мы говорю, бесплатно, ой, платно лучше сходим. Она говорит, идите тогда сразу к аллергологу. У нас есть, да, тоже знакомая, которая достаточно известная в Перми аллерголог, поэтому пойдем туда. Потому что испытывать свои нервы на прочность второй раз я не хочу. Я просто, ребята, вам хочу сказать, что не должно так быть. Не должно, потому что медики, вот зачастую всех, кого я знаю, да, вот кого я знаю, они не такие. Я не видел, как бы, чтобы так к людям относились. Я говорю, еще раз могу ошибаться, вы напишите в комментариях, кто сталкивался с таким. Ну вот я столкнулся первый раз. Я столкнулся первый раз, и я был в шоке. Просто в таком. Я говорю, он стоял, меня колбасило. Я, конечно, хотел ей сказать все, что я думаю о ней. Я хотел ей сказать, что, ну, что, ну, вы же врач. Вы же, ладно, даже не взрослый, детский, ну, это вообще, как бы, ну, я не знаю, ребят. Ну, вообще, при обращении к врачу сложилось такое впечатление, что мы так, из праздности просто пришли к ней поболтать, да, без проблем. Три минуты она выделила время, и все. Поэтому, ребят, не будем затягивать это видео, но хотелось бы от вас помощи, вот, именно в реакции. То есть, именно, чтобы наша, вот, наш Минздрав, наше, там, правительство, да, увидело, куда мы катимся, исправило, вот, именно вот эту, как, вот эту проблему решило. И вы, конечно, сейчас видео досмотрите, и кто-то останется под большим впечатлением, но я все еще, ребят, вот, у меня чуть-чуть под колбас, уже полтора часа прошло. Ну, и все еще, как вот это. Уже два прошло часа. Поэтому, ладно, ребят, хорошего вам просмотра, берегите себя, близких, и, если вы видите, что такое идет беспредел, обязательно включайте видео на телефоне, снимайте и посылайте в Минздрав, посылайте, рассылайте, рассылайте, рассылку делайте по YouTube, присылайте нам, мы обязательно опубликуем это видео. Ничего страшного, так что, всем заранее пока, и продолжайте смотреть. Мы разговаривать больше не желаете. Не желаете. Нет. Ну, это вообще безобразное просто поведение. Фамилию скажите, пожалуйста, своим. На ферране написано. Хорошо. Хорошо, сейчас, а где у вас заведующий сидит? Внизу, на ферране, хорошо. Хорошо. Вот так вот, ребят, нас принимают. Наорал на меня. Вот так вот, ребят. Вот так вот. ason. Я не буду.